Называть эту настенную картину граффити краеведы и почитатели таланта Сергея Есенина считают мувитоном. Это арт-объект. Автор Александр Синицын закончил его буквально этим утром и пока не готов обсуждать образ. Зато его живо обсуждают профессионалы. Как считает известный историк и краевед Игорь Канаев, образ поэта просто идеален. Здесь Есенин как можно подумать, проезжая по транспорте не с папироской, а с карандашиком, который он постоянно носил в кармане с блокнотиком. Потому что, как у настоящего всякого поэта, у него всегда был рядом инструмент, который он держит в руках, мы видим, и блокнотик, потому что мысли рождались у него каждую секунду. Ну просто что-то он отсеивал, как настоящий опять-таки поэт, что-то он гениальное сразу заносил. Ну, на наш взгляд гениальное. На его взгляд это просто могла быть фраза, слово, образ найденный. Лицевая часть библиотеки имени Сергея Есенина всего лишь элемент большого еще и внутреннего ансамбля от Александра Синицына. Образ поэта здесь теперь повсюду. С появлением изображения Сергея Александровича Есенина на стене библиотеки, она стала более яркой, более привлекательной для жителей и гостей нашего города. Есенин, он и в Африке Есенин. Кто это такой, сегодня знает весь мир. Студентов из Судана настенная живопись впечатлила. С русской литературой тут тоже порядок. Есенин, он сам известный писатель в России. И он писал много книг. И тоже это. Айстеки. С приветствием вас помнящий всегда знакомый ваш Сергей Есенин. В этой настенной фразе из письма к женщине сотрудники библиотеки просят не искать скрытого смысла. Это просто очередное приветствие горожанам от уличного повесы и озорного гуляки. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».